Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. У российских студентов появился еще один праздник. Помимо традиционно отмечаемого 25 января Дня Студента, отныне 17 февраля также будет отмечаться День студенческих отрядов. Сегодня их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации. В нашей студии проректор Рязанского медицинского университета Валерий Кирюшин и командир студенческого отряда Евгений Чеканов. Я должен сказать, что сегодняшние студенческие отряды, медицинские отряды, они являются правоприемниками студенческих медицинских и строительных отрядов Института медицинского, которые сегодня получили статус национального праздника. Указом президента Российской Федерации мы отмечаем День студенческих отрядов Российской Федерации. Это здорово, поскольку работа медицинских отрядов на территории области, на базе центральных районных больниц области, а их у нас 9 отрядов, в летний период является крайне важным подспорьем для клиник и возможности получить каждым бойцом отряда, имеющим свое название, символику отряда провести работу. В нашей студии как раз Евгений, командир одного из таких отрядов. Да, 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 сегодня Евгений здесь, поэтому... Расскажите, чем вы занимаетесь? В этом году я был руководителем медицинского отряда в городе Сасово, Сасовское ЦРБ. Мой отряд назывался «Клиника». В состав отряда входили студенты Рязанского государственного медицинского университета. Студенты были, начиная от первого курса, заканчивая шестым курсом. То есть вы помогали действующим специалистам? Да. А как люди к этому относятся? К новому-то доктору, к молодому страшно, когда еще не совсем доктор, только учится человек. Тут, наверное, есть какие-то опасения. Что люди говорят? Люди относятся доброжелательно, они помощь нашу воспринимают хорошо. Как от детей, от внуков своих, наверное, особенно бабушки. Вот, мы стараемся преподнести как можно больше опыта, который мы приняли от наших преподавателей, от наших наставников во время занятий в больницах. Ну, тогда вопрос к вам как к наставнику. Я уверена, что ваши студенческие годы были не менее яркими. Сильно ли отличается день сегодняшний от прошлых лет? ВУЗ имеет прекрасную базу по подготовке врачей лечебного профиля. Это и кафедры, оснащенные самым современным оборудованием. Это и манекены. Это компьютерная техника, которая широко используется в учебном процессе, в научных исследованиях студенческих. Поэтому студенты имеют прекрасную возможность взять то лучшее, что наработано за годы пребывания университета на Рязанской земле. А мы в этом году отметили 65 лет его работы на земле Рязанщины. Студенты проводят большую массовую общественно значимую работу. Это и работа со школьниками, с ветеранами. Это большая работа по пропаганде медицинских знаний, здорового образа жизни. Это работа по профилактике табакокурения, наркомании. Все это крайне значимая социальная работа, которую проводят наши студенты в течение учебных семестров. И особенно в период летней работы в медицинских отрядах. Нужны ведь современные какие-то интересные методы, подходы. Одно дело рассказать о вреде курения, другое дело сделать так, чтобы люди тебя слушали, чтобы им было интересно. Вы проявляете, есть какая-то творческая нотка, есть какие-то особенности подачи вот этой информации? Может быть, какой-то день вспомните из лета прошедшего? Я хочу сказать, что одним из важных моментов – это создание санбюллетеня. Это плаката, на котором мы отображаем все графические нотки вреде, например, табакурения или алкоголизма, наркозависимости. Вот. И наглядно пациенты, посещающие клинику, поликлинику, ЦРБ, могут обратить внимание на это. Смотреть, что происходит в организме. Да. Посмотреть, что в организме. Там отражается как теоретический материал, так же и графический материал. А сложно вообще попасть в студенческий отряд? На самом деле попадают кто желает. Все желающие, мы их рады видеть в нашем отряде. Неужели нет никакого отбора совсем? Знаете, большая работа проводится, начиная с февраля-марта месяца, по формированию вот этих медицинских отрядов. Мы учитываем место проживания нашего будущего бойца. Желательно, чтобы это был тот город, районный центр или населенный пункт, откуда родом студенты. Это упрощает вопросы многие быта, питания и прочее. Но у нас есть и возможность включить в состав медицинских отрядов бойцов, которые желают работать, например, на базе центральной районной больницы в Клепиках, в Ряжске, в Сасово или другом городе. Уделяем большое внимание и вопросам техники безопасности, здорового образа жизни в период работы медицинских отрядов. Ну и, конечно же, навыкам работы с населением разного возраста и профиля. Это очень важно, поскольку на прием к студентам приходят люди... Порой не умеющие объяснить, что происходит, нужно как разговаривать. Да, и не знают, в чем они нуждаются. Поэтому доброе слово и соучастие в их состоянии здоровья – это тоже фактор лечебный. Ох, это, наверное, самое сложное, учитывая, что сейчас вместо живого общения все заменяется электронным. Да, это очень часто так. Ну и я бы хотел добавить, что студент, который говорит по вопросам здорового образа жизни, он сам не курил. Чтобы он сам своим примером воодушевлял и показывал. Вот вам отбор, пожалуйста. Сейчас, наверное, физический труд больше заменяет все-таки такой интеллектуальный, какая-то инновационная деятельность. Расскажите, чем студенты занимаются сейчас? Это и спортивная работа. Это работа в различных кружках нашего культурного центра. Это работа, направленная на участие в студенческой весне нашего города и во всероссийском конкурсе студентов-медиков и медицинских работников, который в этом году состоится в городе Воронеже. Это работа волонтерская. У нас более десятка, около 15 отрядов волонтерских, которые занимаются и с детьми, и в клиниках, и с ветеранами, и поисковой деятельностью на местах прошедших боев в годы Великой Отечественной войны. Жень, приятно, что появился свой именной праздник, независимо от того, что есть День студента и теперь есть День студенческих отрядов. Я думаю, что этот день дает возможность перекинуть символические мости от бойцов строительных и медицинских отрядов 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов в этот новый 21 век, что может свидетельствовать о преемственности поколений, о передаче славных традиций нашей российской медицины, которая воспитана на трудах классиков нашей медицины. Ну и в данном случае мы говорим о трудах тех бойцов, которые строили общество. До сих пор стоит больница в городе Александроневском, поселке Александроневской, которую я, будучи командиром, строил в 70-х годах. Строит общежитие медицинского университета, который я вместе с моими бойцами строил. Вы понимаете? И сегодня крайне важно. Мы говорили, что мы строим целину, а целина строит нас. Духовный, моральный, физический облик – это крайне важно сегодня. Давайте поздравим всех студентов, которые состоят в студенческих отрядах. Я хочу поздравить бойцов студенческих отрядов разных лет с большим праздником, государственным праздником. И всем пожелать крепкого здоровья, воспитания молодого поколения на наших примерах. Присоединяясь к словам Валерия Анатольевича, хочу сказать, чтобы студенты чаще встречались, вместе решали какие-то важные вопросы по развитию студенческих отрядов. Мне очень приятно, что именно я имею такую честь поздравить вас с этим первым праздником. Спасибо большое. Спасибо за то, что нашли время посетить нашу студию. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин